друзья и ценители прекрасного всем большой при большой привет с вами елизавета и канал орхидейная страна сегодня мы с вами побываем в гостях у одного коллекционера орхидей и орхидных который обладает очень интересной коллекции безумно интересной коллекции ее зовут елизавета и у нее потрясающая страница вконтакте с потрясающими фотографиями и и орхидей и сегодня мы побываем у нее в гостях от меня отдельная просьба поставить лайк этому видео поблагодарить елизавету поскольку для нее это первый опыт и первое видео этому видео уже больше года она долго ждала окончания монтажа ну что приятного вам просмотра встречайте всем привет меня зовут елизавета губская и сегодня я хочу вас познакомить цветущей частью моей коллекции орхидных растениями в целом я увлекаюсь более 20 лет первая моя любовь это были кактусы и до сих пор они в моей коллекции живут цветут и я их умею выращивать из семечек орхидеи это можно сказать моя вторая любовь начинала я как и многие увидев замечательное растение где-то в масс-маркете фаленопсис беляшек с которого начинали многие так появились у меня орхидеи но направление коллекции с тех пор у меня несколько поменялось я перешла на выращивание видовых фаленопсисов и гибридов яла цена гигантейной группы тут абсолютный мой фаворит это садовник мету я большая поклонница растений мету начнем с башмачков в моей коллекции содержатся пафеопедилумы и фрагмипедилумы это видовые растения и первичные гибриды фрагмипедилумы есть вот довольно крупные уже экземпляры цвет шеи сейчас они к сожалению не цветут вот фрагмипедилум ковача это вот эмилия айрес гибрид ковача крупненький такой уже хотя обещался миниатюрный и вот в настоящий момент цветет эта секция брахипиталум пафеопедилум кун калор вариант стриату как говорят специалисты я покупала просто с бирочкой кун калор ну вот по полосочкам определили что это более ценный мех в архипиталумы у меня представлена вся секция но сейчас цветет очень мало потому что не сезон их цветение сезон основном мне приходится на весну некоторые цветут осенью содержание полностью стеллажная с досветкой лампы у меня разные есть обычные самые линейные лампы из масс-маркета есть мини фермер и мощность их я рассчитываю исходя из освещаемой площади поверхности и что что вот такой секретик мой можно сказать выращивание орхидей это досветка лампами потому что когда я увлекалась орхидеями через масс-маркета это были фаленопсисы я их выращивала просто на подоконнике как многие они конечно росли и цвели как-то но с появлением ламп это небо и земля свести растения стали намного пышнее лучше но этих растений я вам к сожалению сегодня покажу десятилетних фаленопсисов потому что вот направление коллекции сменила и эти каскадники всякие пышненькие цветущие розенькие беленькие радует новых хозяев фаленопсисы мои мои коллекции текущей можно сказать около пяти лет хотя увлечение в целом немножко побольше так вернемся к вашим очкам это у нас моя гордость я его очень люблю он такой ярко алый на ощупь прямо бархатный это видовой фрагмепедиум бесси достаточно относительно недолго недавно открытый вид в 1981 году насколько я помню открыт то есть представляете как удивительно до сих пор в природе какие-то растения продолжают находить открывать особенности его содержания фрагмепедиумы очень любят повлажнее содержание то есть корни просыхать не должны совсем и поливаю я их в поддончик и в поддончике какое-то время стоит водичка то есть они прям такие мокренькие полив у меня осуществляется осмосной водой мне стоит фильтр потому что в Москве водичка очень жесткая много солей корни орхидеи этого не любят но и на самом деле и людям-то не очень полезно такую водичку пить поэтому мы с орхидеюшки выпьем осмосную воду очень люблю маниатюрные растения это зацветает по фиопедиум таяну впервые у меня зацветает будет беленьким и тоже хочу показать мою гордость он сейчас не цветет но зацветает вот у него чехольчик это по фиопедилум рунгсурианум он у меня неоднократно цвел вот такая картинка вот были цветочки и вот второй чехольчик то есть цветение будет у меня опять на два цветочка это растение открыто в природе тоже очень недавно 2008 что ли год представляете где-то прятался и вот его нашли совсем недавно так переходим к моим не афинетиям японским орхидеям японию я очень люблю не очень симпатичных культура такая созерцательность бонсай и выращивание японских орхидей сродни выращиванию паза и то есть там есть своя эстетика например они сажают растения на такие вот кочки маховые хотя в принципе не афинетиям можно сажать в кору более нам привычно но мне очень нравится делать все по заветам японских мастеров чтобы все было аутентично красиво сейчас не сезонных цветения пик цветение у них весной вот один гибрид с не афинетий меня цветет это дарвинара чарм блю стар гибрид не афинетий на комплекс вант очень красивый цвет такой сиреневый и прямо в голубизну он отдает при определенном свете очень красивый и очень приятный аромат не афинетий он сладкий и жасминово ванильный такой переходим в моей самой многочисленной цветущей группе это фаленопсис и начнем наверное с гибридов это мету мету гигант драгон личи вот такой глянцевый яркий блестящий не ароматный про содержание фаленопсисов немножко расскажу посадку у меня в коробке не в aircon и с добавлением ну три ферма добавляю здесь добавлен немножко сфагну полив тоже осмосной водой я их предпочитаю все таки замачивать в емкости но не долго долго им не нужно они очень быстро напиваются на 15-20 минут не больше принципе иногда могу и рениво полить меня фаленопсисы стоят на полках под лампами вот в таких поддончиках с решеткой чтобы вода после полива стекала и они не стояли в луже фаленопсис у нас нефрагмипедиум они не любят застой влаги в корнях их лучше не долить подсушить чем перелить хотя и просушки они тоже воспринимают не очень хорошо должен быть такой баланс это всего один цветочек к сожалению его первое цветение хотя растение такое у меня уже крупная листочек крупный он цветет впервые это металл golden tiger green tiger очень любимый многими сорт долгожданный давно их не было в продаже сейчас вот появились можно приобрести группах такой он зелененькими полосочками тигренок у меня должно было быть два бутончика но я своими руками постаралась остался один ароматный пахнет цитрусом это раритет довольно таки старый сорт сейчас его садовника нет это металл даймонд green циркл беленький такой нежно-белый восковый с зеленоватым опадком по краю лепестков очень красивый у меня цветет впервые очень мне нравится довольная этим цветочком этих пока всего два тоже раритет очень старый сорт никуда ему big black номер один это растение ко мне попало из частной коллекции сейчас их тоже в продаже нет у садовника вот цветет впервые хотя растению немало лет я знаю него было две хозяйки до меня вот такие листики крупные и ни у кого он не хотел цвести поэтому мы не были вполне уверены что это именно этот сорт и вот у меня наконец расцвел такой желтенький восковый с темными бортовыми пятнышками очень популярный сорт мету лд сандрагон snake skills чешуя змеи такой вот красный дракончик я его очень люблю когда он только раскрывает цветочки он такой насыщенно красный лаковый красный орхидеи вообще моя слабость у меня в коллекции много но со временем цветения он очень сильно меняется становится ярко-розовым таким фуксия цвета немного ароматный навязчиво него аромат есть цветочный эксклюзив это эксклюзивное растение такое есть только у меня и вот у еще одной девушки знаю расцвел похоже мету golden pink rose gold уже очень многими желанный сорт у него очень крупный цветочек розовый такой с блёсточкой и особенность именно моего растения этого такие сплэши в обычном цветении он цветет без сплэши просто розовым пускается он таким лососи он даже ярким и у меня он уже немножко под выгорел очень сильно меняется со временем цветения становится таким даже зеленовато белым но он мне нравится любым у него для мета очень крупный цветочек если мерить вот по нижним по нижней широкой части будет наверное даже 6 половины 7 сантиметров ароматный аромат не чудной я бы сказал пахнет петрушкой скошенной травы такой аромат не раз речь зашла мутантах я вообще не очень их люблю я их не коллекционирую но парочка есть у меня это согла год рис на тай до 1 говорят напоминает мяско темно-бордовый насыщенный цвет с такими рожками на чертенка еще похож при некотором освещении он прямо такой черный само растение очень компактная узкий листик за это я его отдельно люблю люблю компакты вот еще один мутант и что же от садовника джозефу тимоти кристофер настю артину его симметричные цветочки радиальная симметрия на вазе очень ценится хотя мутанты там долгое время вообще не признавались не могли участвовать в выставках считались как бы браком производства но сейчас приобрели популярность на рынке и насколько мне известно есть такое сорт тоже от джозефу джой fairy tale сказка он участвовал выставки и даже получил приз такое своеобразное признание сообщества орхидейного он ароматный аромат очень даже чудной сыром пахнет рисковатый мне очень нравится его цвет это solar terms black angel цветочки не крупные но у него потрясающий такой насыщенный шоколадный цвет потенциал на пышное цветение в будущем букетику это растение молодая его получила и у него была слабая корневая там всего пара корешков я его посадила вот стаканчик 200 миллилитров в чистый три ферму это вода три ферму посмотрите за меньше чем год за полгода он нарастил но неплохую такую я считаю корневую в три ферме поэтому я его очень рекомендую для слабых растений для молодых растений для сеянцев для наращивания корневой и можно сказать это все мои ремонти реанимационные мероприятия больше ничего особенного не делаю ничем не поливаю сажаю вот в более влагоемкий субстрат но дышащий три фермы и ставлю под хорошую лампу дальше растение само все делает я считаю мы больше ничего не требуется очень ароматный пахнет вело цель вело цельный аромат очень насыщенный на сорт раритетный можно сказать вот у него 385 сока проект на даймонд бьюти на лд пир квин сочно оранжевый с такими хищными полосочками довольно миниатюрное растение я вот люблю чтобы листочки были розетка такая аккуратненькая кстати вот он у меня сидит в чистом сфагнуме тоже такое практикую когда хочется но некоторые любят повлажнее содержание прям видно что быстро корневая просыхает быстро растение выпивает после полива воду водохлёб так называемый и таких водохлёбов я сажаю сфагнум или в три ферма повлажнее это от садовника маньшо и фон black snake номер два посмотрите какой цвет у него напоминает расплавленную лаву такой желтым подтоном каждый цветочек имеет свой индивидуальный рисунок этих пятнышек я такие окрасы тоже очень люблю он плотный восковый не ароматный но очень красивый и тоже чистый сфагнум здесь если я сажаю сфагнум есть такая особенность некоторые вот приходит когда азиатская посадка в сфагнуме и зачем-то ее распушают делают по пушистее я наоборот сажаю точно так же как азиаты то есть набиваю сфагнум плотно потому что работает принцип губки если мы губку в руке сожмем то влаги она наберет меньше чем расслабленная губка поэтому в избежание переувлажнения посадки азиаты и я сажают сфагнум именно так плотно наполняя горшочек растением нравится вот еще один гибридик но это гибридик на видовое растение л.д. bear king на джованнику цветочек очень крупный очень яркий красивый ароматный аромат цитрусово виолоцейный такой насыщенный распускается он ярко-красным хамелеонит до оранжевого цвета цветение у него револьверное это молодое растение в будущем у него будет много много цвета носиков не на каждом он по такому по один-два ярких ароматных цветочка теперь покажу вам парочку видовых фаленопсисов некоторые говорят природник но правильно говорить именно видовое растение здесь есть отличие природника это растение получено непосредственно из природы вот прям взяли в тайване и сняли с дерева так сейчас делать нельзя это запрещено законом а видовой амбай ненсис от микки он такой полосатый тигреночек мне очень нравится его губа она зубками если видите такие меленькие зубки зубастик и такие растения по сути они тоже являются гибридами они получены в теплице в искусственных условиях где скрестили папу и маму видовые и получили видовое растение но не природник но не из природы взятого носим природе ущерба кстати у микки мне очень нравятся видовые растения у меня в коллекции где-то 50 50 видовые гибридные но сейчас к сожалению много не цветет видовых я вам покажу несколько вот следующий это стюартина наверное многие знают этот эту вариацию стюартина сока очень красивый кругленький цветочек и крупный стюартина бывают покрупнее их очень много вариаций потому что когда даже когда мы скрещиваем два видовых растения то расщепление в посеве будет каждый ребенок будет немножко отличаться от папа-мамы будет со своей индивидуальностью например вот у сока очень графичные пятнышки очень красивые листики далеко не у каждой стюартины такие пятнышки есть вот такие прям невыраженные еле заметные я вообще очень люблю видовые растения секции фаленопсис с такими красивыми листиками вот вам покажу это гибрид шилерианы на джон гигант черри гигантею это растение уникально это посев его привезла ирина ким летом с онлайн-продаж в тайване и вот такой получился уникальный ребенок пока только один цветочек он растел впервые перспективе будет каскадик у меня вообще секции фаленопсис сила в декабре каскадами я все пропустила что не сняла сейчас вот остался один цветущий стюартина и вот этот малыш но зато какие у него роскошные листики серебристые с пятнышками очень необычные я слабость такие листочки видовая специоза перпал тоже от микки микки очень недорогой садовник и мне на самом деле нравится его природники вот у меня есть три наверное любимых поставщика природников это швертер это джозефу бюджетного микки тоже очень достойные есть природники например вот это специоза такое растение она мне обычно цветет обильно вот у нее сколько цветоносов на каждом цветоносе обычно по несколько до пяти-шести цветочков кстати тоже чистый с форму очень не нравится пора полить лиловая окраска у меня специоз несколько и это наверное моя любимая ароматная что такое пассив это гибрид когда известны мама и папа нам показывает садовник а все дети будут уникальными это вот гибрид ледомонианы нами то блюз морфс садовник показывает папу-маму мы покупаем у каждой по растению кто-то целыми палетками берет потому что все будут уникальны и как говорится что расцелло то расцелло киндер сюрприз бывают довольно заурядные получаются дети а бывают вот такие я считаю шедевры он такой красивый звездочной формы которого от ледомониана взял и сиреневый холодный такой тигриный окрас и очень крупный цветок он крупный фактически 5 сантиметров цветочек вот еще один посев покажу он цветет пока на 20 . на цвести будет пышненько потому что в генах у него специоза специоза цветут пышно посмотрите какой цвет оранжевая оранжевые лепестки карамельные и серединка у него неоново-фиолетовая губа по моему шедевр ради таких стоит брать посевы такое растение но уникально ну вот будет только у меня очень ароматный очень вкусно пахнет как и все вяло цены гигантейны гибридики это первичный гибрид первичный гибрид это когда скрещивают два видовых растения из гибрид комплекс на это когда много кого намешано спеть бурдога с носорогом а это у нас стюартина минус очень люблю компактный фаренопсис посмотрите какая компактная по 2 предостаточно массивный корневой это эрикон четверка 12 горшок при этом вот такие листики с ладошку и вот такие миниатюрные но очень красивые цветочки то у меня цветение на дорожном летнем цветоносе такое летом было цветение попышнее и вот зимой он мне еще залпик дал красавчик по поводу эрконов меня спрашивают у меня почти вся коллекция в них сидит очень мне нравится потому что у них вот такой конус есть за счет него растение хорошо просыхает внутри орхидеи любят обильный полив такой пролив тропический дождик но желательно при этом хорошая просушкой быстро чтобы влага в корнях не застаивалась чтобы это обеспечить эркона очень хорошо я считаю подходит хотя это не реклама денег мне за рекламу не дали в принципе выращивать можно абсолютно в любых горшочков вот например у меня он кстати доращивает будет цвести еще специально ну вот стаканчик пожалуйста бюджетный вариант ну вот все что пока у меня цветет я вам показала мое цветочное царство это конечно малая часть коллекции заходите на мою страничку у меня есть вконтакте пока очень немногочисленная группа где я показываю свои растения заходите буду рада всем пока пока